Всем привет! Меня зовут Ирина, я торолог и психолог, рада вас приветствовать. Тема сегодняшнего расклада – что успокоит ваше сердце, с чем вы в итоге останетесь после проблемной ситуации. Вначале посмотрим, в чем ваша проблема, чтобы вы могли посмотреть на происходящее со стороны. И затем перейдем уже непосредственно к тому, что будет происходить, к моментам будущего. Но тут расстроенные чувства, вы в расстроенных чувствах, вы либо очень сильно разочарованы уже, либо действительно что-то произошло уже в вашей судьбе, и вам сейчас нужна просто коррекция этой дороги, как-то найти оптимальный вариант, продумать дальнейшую траекторию движения, просто успокоиться. Для начала, наверное, пожалуй, это самое основное – эмоционально успокоиться, абстрагироваться от происходящего. Даже если ситуация действительно сложная, даже если вы понимаете, что она быстро не разрешится, просто абстрагируйтесь от происходящего. Поверьте, что Вселенная наблюдает за вашей историей, вы эмоционально остро это всё воспринимаете, но берегите нервную систему, потому что вам силы, энергии ещё пригодятся. А переживания, тоска, эмоциональные какие-то моменты, стрессы, отчаяния – это всё отнимает огромное количество энергии. Вам эта энергия пригодится в будущем, которое не замедлит свершиться. Итак, что в настоящий момент у вас? Ну, здесь, конечно, закрыто сердце, да, вы сегодня холодны, вы сегодня даже себя не узнаёте, насколько вы стали такой холодной, расчётливой, логичной и последовательной, да. Вообще, вы человек, который живёт на эмоциях, который очень ценит теплоту душевную. Для вас человеческий фактор – не пустой звук. Вы живёте так, вы чувствуете так, да, вы живёте, как чувствуете, на эмоциональном уровне воспринимаете, да, всё происходящее в этом мире. Но ситуация реально здесь выжила из вас все соки. Вы сегодня готовы принять даже какое-то, ну, может быть, очень жёсткое решение. Может так проиграться у кого-то, что, ну, тут уже вы по-другому не можете, да, вы терпели, вы ждали, вы надеялись ещё, но ситуация не сдвигается с мёртвой точки, да. Если это отношение с человеком, то здесь явно человек, ну, бездействует. Человек совершенно не пытается идти к вам никак навстречу. Вы вынуждены здесь по королеве мечей принять какое-то серьёзное решение. Может быть, даже и жёсткое. То есть вы стоите здесь на грани, вот реально, принятия какого-то серьёзного решения, на грани какого-то перехода, да, вы просто вот даже уже, скажем, готовы, да, внутренне готовы сделать какой-то судьбоносный переход. Вот. Вас сегодня уже, в принципе, мало интересует, кто что об этом скажет. Осудят, не осудят, будут говорить, не будут говорить. Вы уже подошли к такой точке, когда назад пути нет. Вот. И очень скоро, вы знаете, решение вами будет принято всё-таки. Восьмёрка жезлов. Карта перемен, карта скорости развития событий, карта, которая говорит о том, что, наконец, в этой ситуации придут долгожданные перемены. Наступят, наступят какие-то моменты, которые заставят, вот обстоятельства, которые вас не устраивают, всё-таки сдвинуться с мёртвой точки. И ситуация будет развиваться, она будет меняться. Много будет неожиданных моментов, неожиданных открытий для вас. Но это часто так бывает, да, когда человек ставит вопрос ребром, когда человек показывает другому человеку, другой стороне, либо другим сторонам, что он готов принять решение, что он пойдёт на всё. Ну, как-то вот люди начинают уважать, да, начинают прислушиваться, начинают обращать внимание и как-то действовать, да. Здесь вы заставляете кого-то действовать. Но и ситуация сама по себе начинает меняться, вот именно от принятия вашего решения. Может быть, вы конкретизируете какую-то проблему, какую-то задачу, вот для себя вы её вывели в ранг конкретики, да, вы определились, вы решились, вы увидели своё дальнейшее движение. И это открывает вам дорогу, дорогу к изменениям. Здесь мгновенные перемены идут, здесь ситуация меняется просто в мгновение ока. Ну да, вы готовы действовать по карте маг, и вы настроены только на победу. Вы настроены очень решительно, смело, да, вы шагаете вперёд, вы не остановитесь. Вы не остановитесь уже, и вы это чётко понимаете. Ну вот понимаете, чтобы человека, который живёт и чувствует мир на эмоциональном уровне, нужно, конечно, до этого состояния было довести, вас реально достали, да, говоря простым языком. Здесь просто вас достали, у вас нет больше выбора, не оставили вам этого выбора. Вы понимаете, или вы сейчас поставите этот вопрос жёстко, или вы можете проиграть, потерять всё. Здесь игра идёт на потерю всего карта смерти. Может быть, это вопрос касается денег. Вы понимаете, что на кону какая-то потеря. То есть может ситуация повернуться так, что вы потеряете всё. Всё потеряете, да, карта смерти. Тотальная потеря, не частичная. Но, конечно, не у всех проиграется тема финансов. Может быть, здесь угроза ещё какой-то потери, какого-то ресурса. То, что для вас является стабильностью. Понятно, что вы этим жертвовать не готовы. И была борьба какое-то время, очень неприятная, некрасивая какая-то игра, которая в итоге привела вас в отчаяние. У кого-то эмоциональный срыв даже мог произойти. Но по итогу здесь принятие вами серьёзного решения заставляет, на самом деле, посмотреть на вас по-другому. Начинают прислушиваться к вашему мнению. Начинают присматриваться к вам. Как бы по другим углам к вам начинают относиться. Переосмысливают что-то. Здесь вот как будто начинают вас слышать. Вот сколько вы до этого пытались достучаться до кого-то. Люди, либо человек вас не слышал. Дверь закрыта была. Это был стук в закрытую дверь. И сейчас будет по-другому. Уже меняется всё. Потому что вы перестаёте призывать всех компромиссу к дипломатии. Это бесполезная тема здесь уже на данном этапе. И только принятие вами серьёзного решения, ваша какая-то чётко обозначенная позиция, действительно может сдвинуть ситуацию с мёртвой точки. Вот что сегодня. Ну вот она победа ваша. Вы в двух шагах буквально находитесь от победы. Вот что значит проявить характер. Вот что значит заставить человека, либо людей прислушаться, услышать вас. Зауважают вас, реально. Даже враги ваши зауважают за вашу твёрдую позицию. Это честная позиция. Королева мечей, ну она честна до нельзя. Понимаете, ваша душа, она не может жить там, в том пространстве, где царит ложь, где царит обман, где манипуляции, где подставы, интриги. Вы человек принципиальный, да? Вы любите, когда всё на чистоту. Но вот окружение ваше, скажем, иного плана, да? Здесь другие энергии. Здесь люди привыкли жить по какому-то своему сценарию. И сценарий этот, надо отметить, не очень честный. Не очень честный. Понятно, что изменить всех вы не можете. Воспитать всех невозможно перевоспитать. Но обозначить свою твёрдую позицию, это значит уже наполовину победить обстоятельства. Но здесь у вас даже полная победа будет. Здесь вас испугаются просто. В вашей решительности, в вашей напористости, в вашей вот этой чётко направленной энергии. Вы энергетический свой поток, мощный какой-то. У вас есть этот внутренний такой ресурс. Вы его направляете прямо в цель. Вы ударяете. Ударяете мечом, да? Это принцип, это твёрдые позиции. Это дать понять кому-то, что будет так, а не иначе. Ну вот как-то так вы прям решитесь. Подведёте ситуацию уже к таким аспектам, да? К таким моментам, когда вас услышат и начнут действительно что-то делать. Шевелиться начнут реально. Кого-то вы прям заставляете принимать решения. Как-то вот по-другому воспринимать вас, эти обстоятельства, в которых вы находитесь. Вы запускаете самостоятельно, да? Переменно здесь. Через принятие конкретного такого серьёзного жизненного решения. Здесь мужчина какой-то, ну, очень хотел бы башню вам устроить. Может быть, это, конечно, и неосознанное такое. Просто вот бывают такие люди, знаете, которые никогда не планируют негативное что-то заранее, специально, да? Не хотят никому вредить. Просто так происходит. Ну, вот у водных королей вообще частенько такое бывает, что они хотят как лучше, а по итогу получается либо как всегда, либо вот как башня. Разрушается всё, да? Здесь некий мужчина, который солит вам потери. Вообще человек в вашей жизни присутствует, вот этот мужчина, и от него у вас почему-то одни потери, одни какие-то подвешенные ситуации. Я не вижу здесь движения какого-то, я не вижу здесь перспектив каких-то. Как будто человек вам, сам того не ведая, закрывает дороги. Ну, может быть, конечно, он и достаточно такой негативный и делал это специально, да? Может и так проиграться. Но всё-таки я оставляю за ним шанс, что он это делает бессознательно, неосознанно. Просто есть такие люди, знаете, которые вот, ну, просто кладезь проблем. Вы человек дисциплины. Вы очень внутренне самоорганизованы, да, королева мечей. Она часто, может быть, бывает резка, она бывает часто принципиально, чрезмерно принципиально, чрезмерно требовательна, но вы чистый сердцем. Вы человек, который любит, когда порядок везде во всём, да, когда всё по полочкам, всё по этапу найдёт, когда есть система определённая. Здесь же человек хаос, понимаете? Вот полнейший хаос. Где бы этот мужчина ни появился, обязательно какой-то казус случится. Обязательно этот человек привнесёт вам какую-то проблему. Кто этот человек? Может быть, это ваш ребёнок. Может быть, это ваш любимый человек. Может быть, это коллега по работе, по бизнесу. Ну вот идёт разрушительная энергия от какого-то человека. Возможно, проиграется так, что у вас какие-то временные дела, да, совместные проекты. Но человек не даёт вам движения. Он просто перекрывает вам дорогу сегодня. Вам надо с ним завершать. Завершать всякие отношения, потому что он, ну, ходячая проблема, понимаете? Разрушительная энергия управляет этим человеком. Есть такие люди. Созидатели есть, а есть разрушители. Вот он относится как раз к Созидателям. Он такой общительный, он такой юморной, он такой, может быть, как, вот знаете, как приятный очень, такой лапочка, да. Но человек настолько вот разрушает вашу жизнь. Может быть, вы этого не понимали до сих пор, потому что я вижу эмоциональные, отчаяние, да, спад какой-то эмоциональный. И в какой-то момент, в какой-то период времени вы стали вдруг неудовлетворены его поведением, его действиями, его моделью жизни, да. Всё было хорошо, а потом вы разочарованы вдруг почему-то оказались. Вы, наверное, поняли, да, что этот человек ненадёжный, что у него сегодня одно, завтра второй, послезавтра третье, он очень нестабилен. И несёт вам плюс ещё дополнительные проблемы постоянно. Вы вынуждены их решать, вы вынуждены на свои хрупкие плечи, всё это взгромождать, да. Ну, вы и так как бы идёте по жизни достаточно сложно, потому что вы вынуждены пробивать себе стены, да. Мечевая королева, она пробивает себе дорогу всегда. Вам ничего не падало с небес. Редко какие бонусы, да, падали. В основном вы идёте достаточно трудной дорогой, за что бы вы ни взялись. Вот. А ещё этого мужчину тащите на себе. Зачем он вам нужен? Зачем? Судьба делает так, что этот человек от вас отойдёт, потому что вы что-то проясните. Вот всплывёт какая-то правда о нём, либо это ваше личное, может быть, открытие будет о его личности. И вы постепенно приходите к пониманию того, что вы, знаете, другой судьбы хотите. Вы вот очень хотите, чтобы колесо судьбы повернулось совершенно в другом направлении, чтобы рядом с вами был другой человек. Здесь кто-то примет из дам решение, наконец, об окончании отношений. Решение о разводе, может быть, о решении о разрыве отношений, об окончании каких-то отношений, каких-то связей с этим человеком. Завершение проектов, каких-то дел, что там у вас, да, с этим мужчиной. Здесь будет вами принято очень серьёзное решение. Что успокоит ваше сердце? Что поможет избавиться вам от эмоциональной боли? Потому что решение вы примете, но оно не будет простым для вас. Вы, как человек эмоциональный, конечно, будете какое-то время восстанавливать силы. Что здесь? Поможет вам женщина? Женщина мудрая, женщина, обладающая какой-то энергетикой, очень тёплой. Женщина-подруга, да, может быть, мама, сестра, действительно подруга какая-то близкая, хорошая знакомая, человек, который то ли прошёл эту ситуацию, то ли как-то вот вас очень хорошо чувствует и поэтому может дать в нужный момент вам грамотный совет. Вы знаете, вот общение с этой дамой вас не только успокаивает, но ещё и проясняет в ваш разум, как будто вот ваши мозги становятся на место. Вот с этим человеком, я не знаю, в отношениях, каких вы там были, с этим королём водным, как будто вы забыли о себе. Вот перестали себя любить, ценить, вы настолько погрузились в него, в его энергии, в его жизнь, в его деятельность, во что вы там погрузились головой, что вы забыли о себе. Вот вы начинаете вспоминать вспоминать о том, что вы женщина, что вы заслуживаете как бы большего счастья, большей удачи, большего успеха. Вы заслуживаете другой жизни, жизни с другим человеком. И вот подруга эта, может быть, кстати, случайная встреча какая-то, случайное знакомство с женщиной, с подругой. И как родство душ. Вот как родство душ. Бывает же так, встречаешь человека, вроде бы совсем ещё не знаешь. А начинаешь общаться и понимаешь, что человек тебя с полуслова понимает. Вот как-то здесь вот так идёт. Настолько вот это общение вас успокоит, настолько оно приоткроет вам глаза на происходящее, ответит эта женщина, своими советами, своим вот этой теплотой душевной по отношению к вам на все ваши вопросы, мучающие вас. Что успокоит ваше сердце? Девятка мечей. Да, боль эмоциональная, да? Боль эмоциональная. Надежды какие-то на то, что этот человек изменится. Вы так долго надеялись, вы так долго ждали этого. И боль даже не от того, что произошло, а боль от того, что вы надеялись, а человек не оправдал надежд. Вот вы очень сильно расстраиваетесь, когда человек сдаётся. Вы сама по жизни борец, мечевая дама, да? Вы борец по жизни. И когда получается так, что вы видите человека, который сдаётся, который пасует, вы очень сильно переживаете. Вы, возможно, этого мужчину хотели вытянуть на новый уровень жизни. Вы из него хотели сделать, слепить кого-то, человека, личность, да? Настоящего человека, надёжного друга прежде всего. Но человек как будто, знаете, выбрал другой путь, да? Он всё-таки последовал по пути разрушительной энергии, вот этой дорогой разрушений. Он настоял на своём, он соблазнился на что-то, может быть. Вы не спасли эти отношения, вы не спасли ваш совместный проект. И вот когда наступает вот это ощущение бессилия, вы начинаете это всё вспоминать, понимаете, да, какой путь пройден, больно именно от падения вот этого человека, от его слабостей, от людских слабостей вам больно, да? Вот что ж вы, люди такие злые, да? Что ж вы несправедливые? Что ж ты так себя повёл, да что ж ты разрушил в миг всё то, что мы строили с тобой так долго? Вот от этого боль, от этого обида. Ну ничего, здесь вот по умеренности очень быстро вы восстановитесь. Пару-тройку дней, ну, поплачете, попереживаете, не будете спать ночами, может быть, но очень быстро восстановитесь, потому что здесь здесь идёт начало какое-то, очень стремительное начало, очень сильно повзрослеете после этой ситуации, после этой ситуации, и конец этой истории ознаменуется для вас новой встречей. Очень быстро, в очень короткий срок открывается дверь в вашу жизнь, входит император. Император. Некий император, интересный человек, ну, знаете, вы прям будете удивлены, это человек из ваших грёз. Либо даже вы и мечтать не могли о нём. Посланник Вселенной, да? Вот прям чистой воды посланник Вселенной, то есть тот, кто нужен вам. Тот, для кого вы будете кубковой, не мечевой. Не той, которая взвалит на себя все проблемы, а той, которая вспомнит о том, что она настоящая женщина, что она слаба, что она может проявить свои капризы, что она не скрывает своих эмоций, да? Вы реально с этим императором вспоминаете, что вы женщина? Вы понимаете, что вы защищены с этим человеком со всех сторон? Вот такая встреча вас ожидает. Успокойтесь вы очень быстро с этим человеком, потому что прочувствуете в нём надёжную личность. Ну, в итоге, с чем вы остаётесь по итогу? По итогу брак здесь будет. Здесь будет брак. Брак, который основан на таких понятиях, как верность, любовь, взаимопонимание, взаимная поддержка, дипломатия. Это будут очень крепкие отношения, нерушимые десятка пентаклей. Если вот по десятке кубков часто отношения на эмоциях, на чувствах основываются, то вот по десятке пентаклей это отношения, основанные на рационализме, на очень таком прагматическом подходе, серьёзном подходе, когда люди, ну, как вот реально два взрослых человека подходят к построению собственных отношений. Это понимание ваше и понимание этого императора, для чего вы вместе. Вот это самый главный вопрос всегда в отношениях. Для чего мы вместе? Для чего ты мне нужен? Для чего ты мне нужна? Когда люди элементарно не могут ответить на эти вопросы, то отношения строить бессмысленно и продолжать бессмысленно. Здесь иная картина. Здесь настолько будет всё стабильно, здесь настолько будет всё для вас ясно и понятно, что вы очень быстро ситуацию с тем товарищем отпустите, забудете. Чем успокоится ваше сердце? Может быть, у вас сейчас в жизни пауза образовалась, вы переживаете о том, что никак не приходит человек. Ну и в этой паузе вы, конечно, уже перестали верить в лучшее, как-то вот разуверились внутренне во всё хорошее, светлое и чистое. Но впереди у вас действительно какой-то шанс по семёрке жезлов. Да, семёрка? Удача. Удача. Зажигается ваш жезл. Ну, то есть это шанс некий. Шанс некий. Что ещё расскажут нам карты? Чем сердце ваше успокоится? Успокоится ваше сердце встречей судьбоносной, встречей, которая упростит значительно вашу задачу, да и жизнь в целом. У кого-то даже жизнь упростится. Судьбоносная встреча двух сильных личностей, которые понимают друг друга, которые способны стать друг для друга опорой, которые способны запустить процесс. Процесс, ну, именуемый семейными отношениями, да, и процесс даже какой-то финансовый. Здесь у вас будет интересная жизнь. Во-первых, здесь отношения семейные, да, семья, брак. Если не официально, то гражданский точно. Но помимо этого, здесь ещё и партнёрский союз какой-то будет. То есть это совместный какой-то бизнес. Это какое-то дело своё. Вы вкладываться будете финансово вдвоём в своё будущее, в будущее своей семьи, своего рода. Это действительно какой-то бизнес по восьмёрке. Пентаклий. Бизнес, своё дело, что-то денежное, да, приносящее вам стабильность финансовую в жизни. Ну, вот здесь шанс ваш, шанс. Шанс вот выйти из затруднительного положения. Наконец, сойти с этой дороги, где вас так долго сопровождала неудача. Наконец, освободитесь от этого плена, от этого гнёта, от всего-всего, что затрудняло ваше движение. Освобождайтесь. Вот новая дорога у вас. Новая дорога, новый путь, новые планы, новая стратегия. Всё новая, новая жизнь, одним словом, да, очень перспективная. Очень перспективная. Вот вы, императрица, вы королева. В этих отношениях, вы, императрица, вы будете чувствовать себя женщиной, истинной женщиной, которая счастлива, которая ни на что не променяет своё пространство. Здесь будет любовь. Здесь мужская любовь и поддержка. Здесь мужчина-друг, прежде всего, будет рядом с вами. И только в таких отношениях, только в таких энергиях, конечно, женщина может расцвести, достичь уровня императрицы, полностью реализовавшись. Вы реализуетесь и в семье, и в бизнесе с помощью некоего мужчины. Вот для вас толчком для счастливой жизни, для обретения вот этой успешной ниши станет мужчина. Интересная судьба. Мужчина становится толчком для того, чтобы вы почувствовали себя истинной императрицей. Итог для вас всё-таки. С чем вы остаётесь? Благополучие, процветание, партнёрский союз, такое состояние умиротворения, когда человека всё устраивает. Простые радости, простая жизнь вроде бы. Но так всё хорошо, так тепло, так это всё от души, так от сердца, вот как вы любите. Это жизнь, от которой вы отвыкли, возможно, уже, и никогда даже не жили такой жизнью. Вы всегда как-то пробивали стены, вы всегда на себе стремились тащить груз проблем. А здесь вас двое. Если что-то произошло, вы сообща решаете эти задачи, эти проблемные ситуации. Здесь двойственность выходит, здесь человек, люди, чувствуют взаимную поддержку. Идёт мощный энергетический обмен. Вот о чём карта двойка Пентаклей. Вот такой распад. Надеюсь, информация была вам полезной. Желаю всем удачи и веры во всё лучшее, несмотря ни на что.